Очередным случаем нарушения закона на пограничной заставе Козловича стало задержание пяти граждан Вьетнама, проникших сюда для целенаправленного пресечения белорусско-польской границы 13 июля. Оперативная группа, состоящая из опытных пограничников, успела остановить преступников. Задержание проходило без каких-либо эксцессов. В ходе разбирательства оказалось, что при себе у жителей Вьетнама были паспорта и сумки со сменной одеждой. Самому старшему из них оказалось 33 года, младшему 20 лет. Причиной нарушения нелегальными туристами законов нашего государства стало желание сладкой жизни, временное трудоустройство и легкий заработок. 13 июля на пограничную заставу Козловича поступила информация от местных жителей о том, что в режимной зоне находятся неизвестные лица азиатской национальности. Был организован пограничный поиск, в результате которого тревожная группа задержала пятерых граждан Вьетнама, которые находились недалеко от сигнализационного комплекса. В ходе разбирательства выяснилось, что граждане Вьетнама приехали в город Брест из Минска, где они работали около года на одной из строительных фирм. Они признались, что в Польшу они хотели попасть с целью трудоустройства. В настоящее время проводится разбирательство. Граждане Вьетнама задержаны, находятся в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы. По окончании разбирательства они будут подвергнуты административному взысканию. Жители Вьетнама помещены в изолятор временного содержания. Неправомерные действия преступников, несоблюдение ими белорусского государственного порядка, привели к административной ответственности. За попытку незаконного пересечения белорусско-польской границы, а также нарушения пограничного режима, граждане Вьетнама привлечены к административной ответственности с депортацией из Беларуси на пять лет. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин для программы BookInform.